Дальше я пишу. Металлург на железообидели. Итак, под моим роликом, там где я сижу под абрикосами, надо мной этих абрикосов неба не видно. Мы тогда с Сафроном, он у меня гостил много раз, и мы готовили вот все эти передачи. Помните, я упоминал 100 ночных, ну эти лекции или как это, вебинары, вот, все это было. И я начинал говорить стоя или сидя под самыми роскошными. Плоды 100 грамм, то есть с любого места видно, что на двух-трех деревьях несколько десятков ведет. Вот. И вот, понимаете, дело в том, что вот я сейчас толкнулся с человеком, у которого похоже, а я тоже об этом должен говорить. Почему? Потому что мы должны менять полностью переделывать и среднее образование. Помните, прочитали этого самого Сеченова и объявили, у человека нет души. Все, ребят, давай стрелять, священник в душе нет, какая разница. Будет священник или не будет, в могиле он будет. Церковь взорвали, а что, в душе нет. Вот, у тех, у кого души нет, у тех, кстати, взорвали. Вот, это шутка. Горькая шутка. Так вот, случилось следующее. Высшая школа выглядит вот так, смотрите. Высшая школа. Я об этом говорить не буду. Это он борчит, рякция на мою лекцию. Объяснять не буду. Я это отвергаю. Мне так понравилось, что как. Теперь, кто такой Железов? Внимание, за стулья держитесь. Больше я не брак этой науки. Теперь я типичный представитель, так называемый, советская, в худшем смысле слова, в худшем смысле, школа садоводства. Представляете, а вот я видел один фильм, ну, термины у меня те же, что и у ученых, вот, начиная с песика тучинки. И вот, я понахватал термины много с этого, с интернета, а в основном, чтобы меня не упрекали, что я дурак дураком и в генетике не разбираюсь, я специально подкидываю такие фразы, что не каждый преподаватель. И теперь смотрите, таких преподавателей у нас в институте было 90%. Он решил, что это я. Вот. Весь мир, а дальше я с ним не согласен. Вот это он прав, только он зря меня-то обидел. Он меня в эту компанию перенес. Вот. Я не оттуда, это не я. А легко было понять, там, ну, 20 минут, а больше-то он не глядел. Ни до, ни после. Тысячи таких же фильмов он не видел. Вот. Таких преподавателей, это получается, что его достали в институте. Отсюда его признительное отношение. А теперь смотрите. Кстати, преподаватели продают так, сильно отстают от науки, от современных достижений. Это стало, это было во все века. Любой моряк знает, что шар круглый, земля. А в тех университетах древних проходили, что они стоят, что он плоский, стоит точерех. Ну, представь себе, шар, да? У него, сколько я забыл, 40 на 3 поделить. 13, 14, 15. В общем, где-то 14-15 тысяч верст, если даже плоский. Тысячь верст, или там, миль, или даже километров. И стоит на четырех этих слонах. Вот так было. Итак, самое интересное впереди. Весь мир занимается селекцией. Даже по двое. Вот, вот, вот. А он, это я, предлагает сажать на мангурскую рудничку. Но откуда ему знать, что у меня нету мангурской руднички? Нету. Я назвал по привычке. Абрикос мангурский. И добавил слово. Гибридный. Ваволин тот, ученого мира, средний человек, вырастил моей, помните, сколько я повторяю, вырастил, получил вкусные, достаточно крупные плоды. Уже чисто культурно. Ась косточка-то была, которую я прорастил, мангурская. Вот. И вы представляете? Вот так вот взять и все извратить. Нету у меня ни одной мангурской руднички, нету. Слушайте дальше. Самое интересное, мы же тут, у нас, половина из нас, аго-го. Я еще некоторым, это самое, преклоняюсь, наоборот, перед вами. Перед вашей грамотностью. Весь мир занимается формирующей обрезкой кроны. Вот так. Смотрите. Вот. Учили его, учили. И не доучили, или переучили. Формирующей обрезкой кроны для получения ежегодных урожаев, ежегодных. С каких херов, я уже по-другому говорю. Ежегодно это будут. Качественных, красивых, товарных плодов, которые можно продать. Да, весь мир, вот этот весь мир, они у них не замерзают. Когда этот человек поймет, он никогда не поймет. Вот. Он никогда не поймет, что там, где искромсал, получил меньше, но качественные плоды для продажи. Но ты их 40 раз опрыскал. Ну, давайте, как бы, давайте мы все-таки, наш козырь, давайте ни одного опрыскивания. Вот. Не травится почва, не травятся плоды, не травятся черви, не травятся мои любимые муравьи. Это, триллионы, даже не миллиарды, а триллионы, это количество бактерий. Никто не травится. 40 обработок. Нахрен мне, вот если у меня выросла абрикоса, какая черт мне нужны эти самые обрезанные, 40 раз опрысканные в течение, это было все сразу три дня. Ну, вот за кого вы, ребята? Которые можно продать. Мы сейчас с вами доберемся до Украины, с точки зрения не политики, а с точки зрения науки. Я приезжал на Украину много раз, начиная с ребенка. У нас росли, там, шелковица, там, это, видишься, которые я сюда перенес, и абрикосы. В каждом деревне, в каждом этом один-два абрикоса. Абрикосы огромные. Урожаи огромные. Никто к ним не подходил с этим самым. Ну, не секатором, не сопрыскиванием. Да, были бедны. Собчане в Керсонской области очень бедны. Мы дед с бабкой получали по 20 рублей пенсию. Так вот, и все равно у всех, это уже какая-то украинская не жадность, а бережливость, да, от 50 до 103-литровых банок закатанных абрикосов. А они жирдели, но они не вот эти вот дальневосточные, которые, знаете, там, сибирские, чистые, эти, манчжурцы, не мои гибридные, а чистые. Они же действительно несъедобные. Им плеваются плохо. А на Украине-то их никто... Неделями идут дожди. Неделями стоит, это зимой, неделями стоит туман. Туман мокрый, лицо мокрое, а руки мокрые прямо вот садятся. И деревья, соответственно, все в этом, как бы мелкое, это самое. Вот, вы поняли. Вот, так дальше что получается? Как получилось, что потом их как начали? Что начали, вы же догадались. А начали вот это вот. Ежегодные кальция красивых товарных плодов. Те деревья, которые, я говорю, они пережили свой век. Новое нарастить не смогли. То есть, вот, ну, вот это вот народное творчество, когда с этого же дерева взял, кошку посадил. Что-то случилось с Украиной. Но мы это будем проходить ниже. Итак, так называемый садовод, это я. Это опровергает. Кому нужны два ведра абрикоса, семиметрового дерева? Ну, я согласен, семиметрового дерева, два ведра. Дальше, как их обрабатывать, собирать? Вот, если бы этот товарищ знал, что у нас другая проблема. Да жить бы, чтобы хотя бы два ведра было семиметрового. У нас гибнут миллионы абрикосов каждый год сразу после посадки. Не после первой зимы, но мы это проходили. Дальше. У нас полно таких садоводов. Посмотрим, что по деревням, подачим высоченные деревья с мелкими плодами, которые собирают, когда, то есть, считай так, становиться на стремянку, еще не хватало, люди вынуждены ждать, пока упадут, а они уже испорчены. Ну, в этом плане он согласен. А зачем тогда мелкие выращенные? Ведь в том фильме я же показывал 100-граммовые плоды на семиметровом дереве. Все это поддается. Вот у человека сработало, ну, что-то такое, знаете, не инстинктивное. Таких преподавателей, это значит, что он был из тех, которые заставляли всякого, извини за жение, всякие ненужные вещи зубрить. И вот оно вылезло. А меня по ошибке сюда. Вот. Вот это вот, значит, один из наших друзей, когда-то я с этим человеком, познакомился, потому что он печатался в Фазенди, и я печатался в Фазенди. Вот так мы с ними познакомились. Валерий Иванович Пирогов. Вот смотрите. Вот. У них там он, плюс его сын Пирогов, плюс Елена Александровна Савинич, это уже... Вы не смотрели, что он не молод? Это и есть молодое садоводство. Видите? Посмотрите. Внимательно. Порадуйтесь. Что в конце концов это всё-таки можно сделать. А? Ведь до сих пор учатся это. Ну, я вам показывал. Прямо вот эта вот фотография, огромная яма, набьёт её, потом она провалится, набьёт её всякой ерундой, а потом дерево погибнет, потому что она получается вот как на верхнем... На верхнем... Видите? Вот так вот. И всё, и там она изгнивает. Вот. Причём это не худший, это... Не худший. У него ещё есть, он в другом месте показывает, там ещё страшнее было, вот. Вот это ещё несколько лет проживёт, а там, где он показывал раньше, там вообще помоёт сразу. Ещё хуже ямища. Вот. Вот это Красноярск. Так что будем по маличку поворачивать оглоблю в нашу сторону. Привет, Олег Иванович. Спасибо за эту фотографию. Так, а вот это я терпеть не люблю. Я вынужден, потому что... Ну, скажите, о чём мне ещё говорить? Если я провёл, вот он правильно сказал, 100 вебинаров, 275 и того почти 400, вот, сколько говорить про одно и то же. Помните? Что я опять говорил? Вот зато меня критиковали. Нет, наоборот, похвалил за то, что я сказал, надо очень мелко семена садить. А вот человеку уже всё. Они тоже всё перепробовали. Чем бы ещё заняться? Ни до что не догадайтесь. Вы понимаете, это самое страшное, да, когда этим людям дают экран, им дают время, им дают деньги, наши деньги. Вот. Вот сидит она, допустим, может, она, потому что она считает себя звездой. Вот. Есть, наверное, изобретатель сценариев там. Где-то лазит по старому, чем? Да, давай вот это попробуем. А давай вот это. И вот она наконец решила. А, брат, на вебинаре. Спасибо, брат, мне без тебя очень даже. Вот два человека, ты да Сафронов. Я готов проводить вебинар только для вас двоих. Вот. Так вот, значит, вы ещё не поняли, что будет? Это Антоновка. И что она, кушать будет? Нет. Не, ну вот, понимаете, есть такие вещи. Вот мне бы сказали, и ещё моему брату, в области сельхозвуза. Значит, Сафронов, он один из сейчас самых грамотных в России. Я не скрываю. Сафронов и Антон Валерьевич, не будучи профессиональным садоводом. Ну, гектар у него есть, посадил, тоже крышу снесло. Вот. Кто из вас, кто не видел этот фильм, догадается, что он будет? Нет? А это надо, знаете как? Ну, чтобы ещё придумать. Уже всё придумано. Уже так садили, так садили, верх ногами садили. Вот. Уже всё, всё, ну всё. Берем внимание. Она берёт и готовит что? Она берёт и готовит почву для гортензии. Она уничтожила пару хороших Антоновых яблок. Так. Она надёргала хвойника, скорее всего сосна. Так. Она купила. 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 Тут немало, тут, по-моему, целая телега этого самого земли. Ну, как она её называет-то? Ну, мне память подводит. Я не интересуюсь этими искусственными кормами. Вот. Всё это сейчас вмешает и назовёт кислой почвой для гортензии. А я говорю, что, ребята, если даже не только этот снимок, а если мы посмотрим на этот снимок, ни за что не догадайтесь, что это приготовленная подкормка, даже не подкормка, а грунт для гортензии. Без этого, без абонтоновки она расти не будет. Может, в другой раз покажу. У меня есть два прекрасных снимка с гортензией. Кстати, размножается укоренением прекрасно. Иркутская частная школа. Вот. частная школа. Дело в том, что закуплено у меня там, может быть, тысячу косточек, семечек, всё. Может, сотни. Книги, диски. Всё закуплено. Детей будут учить. И мне хотелось бы, чтобы, во-первых, таких было хотя бы штук 100 таких школ. Ну, частная, понятно. Видимо, родители деньги платили. Всё-таки это самое, тысячу косточек это, ого. Вот. А может, и больше я уже не помню. Ассалитная сумма. Дети, конечно, вырастут, надеюсь, нормальными. Надеюсь, процент поступивших сельхозвузы будет больше. Надеюсь, они не по количеству деревень больше всего одного. Они же садить будут все эти сотни тысячи косточек. не взять. Ну, чего я это всё сказал? Дело в том, что я бы хотел, чтобы это не сбывается. Ну, интереский случай. Сегодня за час на вебинар позвонила молодой, голос совершенно, девушка говорит, я новичок, я хочу научиться. Я растерялся, как научиться. Ну, всё же, как обычно, подсовывать одесские книги, она может исчезнуть навсегда. Многие исчезают навсегда. А часть говорит, а вы мне по телефону расскажите, и всё. Я рассказывал, по часу рассказывал. Ну, сейчас я, наверное, не смогу по часу. Я обычно не отказываюсь, если ты мне купил косточки, семечки, ни за что, сам не оставлю. А теперь послушайте. Сейчас вы получите, живёте на юге в Песке, в Саром, потому что придёт, вы высадите где-то в конце марта, начало апреля. А вы это самое, как там живут в этом, наши же садоводы, в Хатемансиске, вам надо сухие, вы только через месяц их начнёте, чтобы всё рыцали. Вот я это расскажу. А потом посадили, только ради Бога, без этих промежуток сеньгоршочков. Ну, минут за 10 укладываюсь, потом я успокаиваюсь, ну, может быть, хоть что-то вырастет, потому что текст произносит первую волшебную фразу. Я новичок, у меня к тебе такие особые отношения. Поняли, да? А таких Иркутской честной школы, я надеюсь, что они вот это когда-то, может быть, он заставит детей смотреть мои вебинары, хотя сомневаюсь, что в этой интересе, ну, вы знаете, что такое телефон. Вот, страшная вещь. Дебилизация детей идёт, несмотря на то, что мы сколько бы ни вопили там, даже с центрального телевидения, никто этим заниматься не будет. Всем на всё наплевать. а вот этот этот самый, я почему говорю, кто-то должен потом, я просто попал в кудруку, вот, чистый участок, здесь несколько человек погибло, здесь, если брать, полкилометра, десяток аварий, здесь, кстати, вот это уже нет, я проезжал специально, вот, этого уже нет. Но опасные участки, он опасный, кто на неё внимания будет, вообще, тут же не опасный. Про гипотогенные зоны, которые действуют на мозге, никто не знает, вот, и время от перемен вырезаются друг в друга, это есть, вот, к сожалению, это есть. Ну и тогда что получается? Значит, помоться бы детей, сейчас шансов, что кто-то вот этот знак изменит на наш знак, который мы когда-то нарисовали, там, красивый знак, череп, кости, ниже гипотогенной зоны, 40 метров в час. Этот бы знак спас тысячи и тысячи людей, вот, потому что авария, это ещё и сироты, авария, это ещё и инвалиды на всю жизнь, это потери страшные, можно всё скопить на машину и из-за этой самой трещины в земной коре всё потерять. Вот, побольше бы наших, вы поняли, к чему я говорю? Потому что это попутно, но оно отложится в память, и ничего не так завтра. нам не нужно, чтобы руководителям, возможно, среднюю звено, я имею в виду ДПС, на уровне завода, может быть, района, может быть, ой, завода, района, города, может быть, республики. даст команду, просто позвонит, скажет, Константинович, вот тебе, пожалуйста, два человека, этот будет шофёром, вот, с ним будет карта, и виртуальная карта, ещё те, помните, карты, когда отмечали аварии, не всегда же были это самое, интернет, вот, пожалуйста, напросился, вот тебе люди, я им специальную работу даю, как обрадуровка, вот участок, здесь два такие зоны, официально два, до Абакана, официально, ансамбль, их больше, и вот везде, где выделяем смертельные аварии со смертью, так, сравниваем, всё падение есть, есть, составляем акт, этот акт, значит, два пути, начальник, среднего звена, думая делать карьеру, или уже перед пенсией, знает, что выгонят, чёртовой матери, за такие идеи, это мне хорошо говорить, я ни за что не отвечаю, вот, и выгнать меня невозможно, ниоткуда выгонять. дальше по инстанции, или, по собственной инстанции, или заказывает знаки, хоть нескак, появляются знаки, приглашается телевидение, вот, ещё несколько лет теряется, ещё, за эти несколько лет, будут ещё сотни тысяч аварий, но эти несколько лет, нужно показать, что вы именно на этом участке, а таких, ладно, вы имеете 5-10, как бы назовём их, контролируемые, вот, и потом сравнили, тут было 8, допустим, аварий, ну, там, за 10 лет, со смертельным исходом, а стало 4 или 0, ну, почему не 0, почему меньше, но будет, а многие чихали на этих, да, даже на, это же предубедительный сигнал, этот знак, а даже ограничиваешь, всё равно, это, на него будут положить, знаете, сами, и что интересно, который раз, вот там, где видите белая машина, да, там второй знак, он исчез, нет, не так, этот исчез, а тот, наоборот, появился, это я, когда сказал, устроил, пару лет назад, но там, теперь, постоянно дежурит машина, с этим, который меряет всех подряд, связано ли это с авариями, я не знаю, вот, или совпадение, в общем, я хочу, чтобы это застряло, как можно больше людей, это мой долг, я гражданин России, я это вижу, я это знаю, я голову положу, если я не прав, вот, взяли, три человека достаточно, взяли, замерили, сравнили с данными аварии, вот, я же тут же меряю рамками, это, это ведусь, главное, тут же меряю рамками, говорю, вот это было, а теперь смотрим, была тут авария, вот, или наоборот, авария случилась, есть же тут геопитокинная зона, вот, а потом, несколько лет потеряно, еще куча мертвых, но когда-то, это надо сделать, и чем больше я буду говорить, тем больше шансов, ну, что смеетесь, а, ну, раз смеетесь, идем дальше, так, с первого апреля, у нас первого апреля, это зима, вот, зима, да, вот сегодня, сегодня, 19 февраля, вот, завтра пришло сообщение, что у нас было 25 до 30, это нормально, а вот, завтра, завтра, после завтра будет 40-45, возможно, чуть меньше, бывает, они, ну, перестраховываются, понятно, вот, им тоже кушать хочется, мчс, могут, чуть-чуть преувеличить, но, но все равно идет усиление мороза, это факт, и тогда, первое апреля, это зима, а тут уже надо делать нечего, тулупчик одел, ванники одел, и пошел прыщать, и так вот, сейчас я вам, сейчас вот что сделаю, и так, позади, мой фильм, фильм, он оказался каким-то, странным, особенным, и там, просмотров десятки тысяч, причем за считанные дни, сейчас прошу прощения, здоровее не становлюсь, сейчас поймите, ведь это же, все же, слово не лез, знаешь, знаешь, что 6-8 раз за, за, за это время, так, за сезон, нужно обработать 6-8 раз, это еще мало, вот, там, на юге, южных странах, там все 40, и так, я, жаль, заутверждаю, вот, плаху, топор, голову, значит, такой же, в случае, на машине времени, вернулись на год назад, она берет, делает 6-8 обработок, ядохимикатами, и, пожалел, все равно, два молодых абрикоса, убил, только не манилез, их убивает мороз, с юга приезжает, их убивает, помните, показал вам эту, фотограф, их убивает сопривание, так, есть попутные причины, вот, не только климат не тот, и почва не та, и ветра, и что угодно может быть, а здесь, получается, что это, не просто ошибка, однажды, я открыл, величайшее, в одной из, у меня их несколько, те, которые основоположающие, величайшее открытие, на всем, на всем мире, не только у нас, Франция, Италия, Англия, Египет, Канада, Китай, все касается, манилез, гриб, гриб маниле, вот, гриб парша, вот, какомикоз, еще есть десяток, таких же названий, мудреных, вот, они, эти грибы, не то, что деревни не убили, они за все, сотни лет, пока мы занимаемся, садоводством, и смотрим, как грибы, вроде бы, уничтожают, вот, и на самом деле, они не убили, ни одного, живой клетки, грибы ждут, в своей очереди, угробили дерево, посадили там, где не надо, просто там, где не надо, помните, это, то дерево обречено, вот, в самом начале, там, трещина, причем она не внизу, и видно, что это уже, не морозовоина, такие телеки заживают, она опять попадет, под сверху, и догниет, вот, а пока она будет догнивать, у нее, значит, листья портится, и назовем это манилиоз, вот, это величайшее открытие всех веков и народов, но, дело в том, что, понять это, тут сразу за этим, что было еще, в том фильме, несколько, этих самых, грязных, мой адрес этих, но не может, нормальный человек, вот, он видит, что грибы покрыты манилией, все, живет, а понять, что живет, клетки выбирает мертвые, а живые не трогают, пока они не это, это проще пареные репы, но это же, надо было, ну, это так же, как, ну, костер, ну, представляете, вот, знаете, земля круглая, или там, похоже, случай, земля вращается, вокруг солнца, но все видят, что солнце вращается, вот здесь то же самое, обидно, страшно, вот, я не доживу до того момента, когда скажут, а у нас и собственные эти, классики, которые, это, обогнали время, сколько я про Латинкова добрых слов сказал, ну, и что, я, а, а, про меня же, там такие урожаи, в том ролике, там столько сказано, помните, самый верхний, который с презрением, но отметил, что я по делу говорил, помните, а теперь слушайте сюда, а это мы в таком мире живем, я на этом ролике чуть не устал, столько воды на лето, а главная проблема косточковых, манилез, никакая правильная посадка на правильную глубину не поможет, вот я считаю так, вот он из меня не считает за специалистом, за садоводом, я его не считаю, это значит, что манилез придет, манилез поселится на дереве, на листьях, и все равно, сожжет дерево, хоть ты посадишь, чтобы гнила корневая шейка, по мне так она сгнивает, а потом начинает пульса листья, корневая шейка сгнивает, и я еще раз, чтобы это не было пустословием, вот, видите, человек абсолютно не владеет темой, никакая не поможет, то есть я доказываю, что нужна правильная посадка, так, а я его не убедил, и никогда не убедил, почему, он видит, манилез на листьях, все, он не видит, даже собственно, манилезоносно, и что из этого следует, а из этого следует, что никогда у нас, пока там не найдется один, который скажет, да и земля-то круглая, а солнце не вращается вокруг земли, вот таких нам надо сейчас, ведь никто же не это, нет, могут уволиться из тут, если человек скажет, как я, что маниле они не это, не вредит деревьям, не вредит, Порша не вредит, Камикос не вредит, как Камикос, вот это уровень, а он же посмотрел фильм, и давай его изгаляться надо мной, в прошлом году были морозы, это все, я решил маленькую часть показать, это уровень, как бы садоводства, в прошлом году были морозы, 45-ти по Улзе, а летом ничего не выросло, ни слив, ни терла, даже вишни не было, теперь еще лет 5 не будет, а я вам так скажу, значит, сливу терну, бить невозможно, может быть, пора сливы менять, ну, хотя бы на Дальневосточную, вот сливы китайские, ваши 45, это тоже, как щекотка, они не заметят, ну, значит, надо меры принимать, давайте менять сливы, давайте их садим рядом, с типичными сливами, которые не держат 45, они займутся перепылением, они тогда будут удерживать 45, вот и все, почему нет, а вишни, и вишни, ну, вишня, господи, ей-то, что сделается, она фактически дикарит, нет, вишни не было, ну, давайте, мы нашу сибирскую подсаживайте, вот, то есть, вот это, ладно, но когда я слышал на журнальной конференции, вот так же, я бы говорил, доктор наук, который развел руками, сказал, нету, и все, уничтожены вишни, и уничтожили грибы, все, а правда, он не знает, а теперь, а вот еще, мне вот это, почему я так долго, и нудно говорю, вот такая реакция на мой фильм, слушала, слушала, еще толком не понял, слушала, толком не понял, не поняла, ну, допустим, она толком не поняла, и мне с этим приходится сталкиваться, тогда мне надо, еще, говорит, медленнее, еще разборчивее, еще понятнее, а потом такой товарищ, говорит, как там было, железно балабол, нет, он молодец, все правильно, говорит, но он балабол, а тот товарищ, который слушал, он хочет в вуз, Поняли тогда? Раз у него было 90% преподавателей Серхосвузия, он сам сказал. Значит, он прослушал их, а он с полулета схватывает, и если вот для него говорить, как и по всем людям донесу. Вот человек слушал, а чего не понял. Сорт Сибирер-Байкалова. Знаете, что это такое? Это просто человек увидел мои абрикосы, а я, наверное, как всегда, ничего не успеваю. С этим самым пришлось два дня толкаться, два полных дня в этой поликлинике, в круглую очередь. Заходишь здоровый, выходишь больной. И я хотел показать это. Мне нет сортов Сибирер-Байкалова, а кто-то с умным видом. Сибирер-Байкалова. Это как тот медведь, помните, в мультфильме, когда кот ловил, а медведь сидит, ждет свою долю. И с умным видом говорит, на кузнечика после дождя галауль клюет. Такой знаток. А сам ни хрена не ловит рыбу и не собирается. Так и тут. С умным видом написал. Сорт Сибирер-Байкалова. Нет у меня Сибирер-Байкалова. Никогда не будет. Вопрос принципиальный. Мне не тесно и так. Так. Места благодатные. Это про наши места. А дальше я почему должен был и вот это тоже расшифровать. Сейчас поймете. Растут арбузы, виноград, дыни. Это вам не Можайский. А это получается, что у нас лучше, чем в Можайском районе? А вы из гузы не съехали, а? Где вы видели у нас арбузы? У нас пробовали выращивать. Хочется с крахом. Виноград, да. Но виноград у нас только у суперспециалистов. Рядом ни у кого нет. Дыни. Дыни на размерах с яблоко, да. Все. И нашли чему завидовать. А в Подмосковье вы видели арбузы у этого, у нашего друга, одного из наших лидеров? Он всегда гордо говорит, наш, наш кружок, наш лидер. Вот у Макарова Алексея Ивановича. Арбузы он разрезал. Красные, крово-красные, вот такого размера. Килограмм, по-моему, по 8, если не по 1. А что вы мне по Можайскому району тут это? Лапшу вешаете. Не, я тут не Можайскому району. Ну при этом выросили арбузы. Один год растели, вынесли на рынок, никто не берет. Мелкие и не в Синьку. А рядом же в Средней Азии. Курдюма обрезает деревья еще одна. Прищипка зеленая обрезка. Если ветка обломалась, что делать? Сухие ветки тоже не обрезать? Вот один фильм, 20 минут, а смотрите, какая реакция. А если бы не лез из-за погоды полдерева убил, что делать? Вот. И вот он приговаривает меня. Вам повезло, возможно, с местом, в котором ваш сад. Хорошо слово, возможно. Да, мне повезло. Вот. Но это значит, что, если мне повезло с местом, надо это использовать. Все, что можно использовать. Вот. Можно здесь все загубить. Яма метр на метр на метр. Потом она, эта яма, всякую... Господи, сколько туда бухивает мешков всего. Метр, мешков, тележек. Наконец, эта метровая куб. Яма размером куб. Полная. Потом она проваливается. И все сгнивает. За что? Зачем? Да при чем тут это место? Можно в любом месте загубить дерево. Кстати, сейчас такую новость скажу. Позвонил товарищ с Крыма. Он представитель фирмского хозяйства. В Крыму живет. У него только то ли планы, то ли уже выращено. И жирите 2 миллиона с этих... 2 миллиона кустов на продажу. Так вот, он мне говорит. Сытились, переезжай. Мы тебе тут все устроим. Давай здесь. В Крыму. Вот. Но это отдельный разговор. Я навекал, что поздновато для меня. Говорю, уговариваю моего сына. А вот так. Идем дальше. Сухие ветки не обрезать. Дело в том, что если сухие ветки, они не бросаются в глаза, и не сильно портят внешний вид, то я их не обрезаю и вам не советую. Но не лёд землю не убивает. Я вам рассказал об этом. Так. Значит, получается пол дерева у вас мёртвое, а пол живое. Которое пол дерева мёртвое, не думайте вырезать на концу. Оставляйте вот такие вот пенёчки. Можете отрезать, если оно портит внешний вид. Вот. Ветка обломалась, отрезаем. Но оставляем всё равно пенёк. Так. Так. Кругюма обрезать деревья. Мы, ещё раз говорю, у нас противоречий нет. С какого-то момента. Личная встреча. Вот. Очень много споров. Очень много. Общая книга и садоводство южное. Помните, мужик там ещё что написал? Надо обрезать каждый год, тогда будут крупные плоды. Обрезайте. Где обрезайте? В Крыму. Обрезайте в Краснодарском крае. Вот. Обрезайте в Ростовской области. А в Среднюю Русь, Урал, Дальний Восток и Северя оставьте в покое. Вот. Прищипка. Зелёная обрезка. Очень короткое лето. Не восстанавливается. Клянусь Богом, я уже говорю. Я, говорю, жену. Суть не примером. Не восстанавливается. Нельзя делать лето обрезку. Зелёная обрезка значит летняя обрезка. Ошмигивать нельзя. Прищипывать нельзя. Только прищипнёшь надо... Видите, какое? Вот слово. Резкий случай, когда применяют такое слово. Только прищипнёшь, как в том фильме, то вот... А, нет, не буду грязным словом. Только прищипнёшь, и оно просыпается. А впереди осень. Вот это страшно. У нас же на два, на три месяца короче лето. Вот это, поймите вы все. Вот. И не ставьте пример курдивого. Мы с ним давно уже поделились страну на две сердца. Теперь ещё делюсь. Это очень надо, потому что мы сейчас с вами... Реакция от всей страны. Мы сейчас с вами буквально, хочу сказать, взрослеем. Мы с вами мудреем. Становимся более грамотными. Более насчитанными. Прямо на глазах. Краснодарский край полно абрикосов. Уже в небе всегда расслой растёт. Умнение состоялось три дня назад. Я себя очень плохо чувствовал. Надо было сразу этого человека раскручивать. Сразу. Он поездил по России. Вот. И на Кубани был. Рассказывал страшные, жуткие вещи про эти же сады. И курдивом рассказывал жуткие вещи. Вот. А те, которые... Ну что? Он считает, что полно абрикосов, жерделий. Вот. Верит, не верит. Я в данном случае не говорю, что он обманывает курдивом. Лучше знать. Или тот товарищ, который говорит, что всё похерено за последние годы. Может, наоборот, вот этот товарищ 10 лет там не был. А в голове у него сидит процветающий край. Вот. Ну, на всякой сути запомнили. Краснодарский край полно абрикосов и жерделий. У нас в обшаровском районе Краснодарского края нет абрикосов. Это да так было. Этот. Это же всё идёт подряд. Комментарии. Этот написал. Полно. Всегда росло, растёт. Всегда росло, согласен. Но что растёт, сомневаюсь. Уже следующий прочитал то и пишет. В обшаровском районе нет каприкосов. Ну и что? А? Как говорил этот Тарас Бульман? Он же помогли вам вашей ляхе. А наводится всё с юга. У ляху. Слушайте дальше. Я специально первое поставил артемистическое. У нас всё в абрикосы. Следующее. У нас на Кубани лет 20 не плод носят. Ни абрикосы, ни жерделя. Вместо названия. То во время цветения туманы. Кстати, на Украине в Акачонском высоте не мешают. Вспоминаем, где откуда надо брать такие. И для... Если туда обратиться, да? Туда. Ну сейчас там не до этого, но когда-нибудь всё будет другое время. Вот. И тогда получается, что... Если мы знаем, что... Береславские жердели не гниют. Ничего им не делается. Вот. А почему их не использовать, как маточные деревья? Почему их не использовать, как это самое... Материнская кровь, которая... Или наоборот, отцовская кровь. Ну почему нельзя? Если я сказал, что я то, что видел, то видел. И никакие эти заморозки, туманы им не мешают. Вот. Кто смалит в основном манере, обязательно уничтожит цветы. Вот. А я говорю, всё случается по-другому. Кто, когда от вас слышал, что опылённые цветы засыхают из принципа? Потому что у них генетическая... Генетическая несовместимость. Вот. С другим сортом. Понимаете? Генетическая. Ура! Любовь случилась. Соединение произошло. Начинает расти и умирает. Понимаете? Пестик, тычинка, соседние деревья, несовместимы. Пыльца, попадая в перстик, ядовито. А вот этого никто даже не знает. А я же как в войну выводил. Помните, как я рассказывал? Я это прошёл. Что надо было? Ещё два поколения и сенсация готова. Вот. У нас в Крыму. А вот и Крым. Обычно хороший урожай раз в 5-7 лет. В прошлом году было много дождей. Период созревания. Плоды падали. Разбивались. Они даже были тёмные плоды. Совершенно без купли. Я это проходил. У меня такой год был. Ну и в Крыму ни хрена хорошего нет. Вот. И у меня был спор с человеком, с крыльчанином, который меня пригласил туда работать, в его это хозяйство. Вот. На полном серьёзе. Я больше отбивался, чем это. Но я попутно говорю, в чём проблемы. Почему у них редко абрикосы бывают. Ну и так далее. То есть, в какой-то виде они у меня есть. Ему это всё понравилось. Вот. Вот. Но дело кто? Я уже тут его давай доставать. Абрикосы любят склон. Вот. А у нас... Ответ. А у нас склон-то. И правильно? А у нас склон-то северный, восточный. Я говорю, вот и хорошо. Вспоминаем мои постулаты. Это же учёба. Я надеюсь, что я не зря говорю. Просто... Ну, как бы сказать. Вот. Попадает вот пару слов. Ключевых. И мы уже о чём говорим. Плоды падали, разбивались. Смотрите. Значит. Холм. Бывает. Холм. Бывает. Из двух сторон садится абрикосы. Урожай такие большие дают, что если вот здесь вот созрели. А вот здесь полка засвели. Восточная сторона. Полка засвели и попали под заморозок. Значит. Пол урожай гарантирует. Другой год наоборот. Эти попали под заморозок. Поняли? Из-за... Из-за рельефа местности. Они в разное время цветут и созревают. Это как... Я себя сравниваю и Чарабурский. Я вам рассказывал и показывал. И фотографии приводил. Полдня в Чарабурске. Сказать курсов тени. Полдня. Минует Замбурске. Так. А почему Крыму это? Вот. Я... А он давай тогда у меня... Сказать. Давай. Мне там говорить. Замкульское равнине. Я говорю. Мне не интересно. Я ездил там. Я видел эту равнину. Вот. Я говорю. Я был в Крыму. Санаторий Утес. И я видел горы. В этих горах я видел, правда, из этих... Из садов я видел только виноградники. Ну, путешествовал. Пешком ходил делать нечего. Виноградники. Но там уже было садить апрекос. Много-много. И вот. А там выше, значит, чуть холоднее. А раз ведь холоднее, значит, чуть позже это засветет. Вот. Вот. Так же, как в червушках. То есть, надо место подбирать. А там, получается, что... Ну, я ему еще... Ой, нет. Самое ценное наблюдение, вы их давно знаете. Как... Как я советую. Ну, если в двух словах, значит. Сади больше. Вот. Первый этап. Сади больше. От браковка произошла. От всех произошло. А потом работы с тем, что осталось. Вот. Этим уже ничего не будет. Ну. Кто-то этим должен заниматься. Так. Так. Если победное шествие на мосток Манилии не прекратится, Косточковым по всему шарику трендец. Чёрт и два. Вот. Знаете, вот этому товарищу. Я не вам его покажу. Вот видите. Грин вам. А не это. А не Манилия. Нет у нас Манилии. У нас в 2021 году. Такое было холодина. Это ужас. Это невероятно. Полностью загублен этот самый сезон. Там люди. У нас эти знаменитые озера. Солёные. У нас шара. Она по качеству лучшая всех этих самых европейских курортов. Наши шара. Холодно. 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 Дождей. 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 Нету солнца. Полностью сезон сорвали. Люди там всюду не голодали. Потому что никому не нужны эти. Их эти самые. Услуги. Никто не поехал. Это было. А у меня ни одно это. Я показывал фирму. Есть фотографии. Ни одного пятнышка. Это холоднейшее лето. Ни одного пятнышка на абрикосе. Вообще. До осени. До поздней. Чего мне проманили голодом? Как она меня уничтожит? Ни колечья деревья. Идем дальше. В горном Алтае есть абрикосовые сады. А просто. Есть абрикосовые сады. Есть абрикосовые сады. Кстати. Часть из них моя работа. Кто сказал. Что в России нет абрикосовых садов? Сейчас надо вот так. Броли нахмурить. Кто сказал что нет? Где нет? В каких регионах? На Орале думаю точно нет. Потому что климат не подходит. А это кого не подходит? Латинькова не подходит? А? Зима суровая, лето короткая. Ну правильно все. В Сибири тоже не будет. Как все? И знаете что? Я раньше не знал. Я все знать не могу. И я в страну не объявляю. И вдруг я не знал. Вот знаете как. Появился. Это учеба. Поэтому слушайте внимательно. Появился в Аллахудский абрикос. Как появился так и сейчас. Ура ура. Все прекрасно. Несколько лет и нет его. Ну куда взялся это? Правильно? Сгнил. Правильно. Урожаем не давал. Оказывается. Вот где брат мой живет. Там лето холоднее чем у меня в Сибири. В Сибири каторга. Вот. У нас солнце, жара. А это компенсирует короткое лето. Вот. Компенсирует. И получается что он не просто вызревает. Он вызревает в июле месяце. Посреди лета. Посреди лета. В июле. Ну пусть в конце июля. Но в июле. Вот. А этот человек который это. Зима суровая в Сибири тоже не будет. Лучше этот самый абрикоса у нас. А он говорит не будет. И вот опять. Краснодарском Савромском крае прекрасно растут. В Белгородской области. Ну кому теперь верить. Только сейчас про эту манилию. Про то что видите. Про то что трындец. Вот. Нет. Оказывается у нас не будет. То есть он и не знает ни о чем. В Украине уже 25 лет. Абрикосы не плодоносят. Вот тебе и здрасте. Раньше они просто валялись из земли. И совершенно не оценились. Да было ясно. Я подтверждаю. Вот. И были эти вдоль дорог. Насаждения огромные. А сейчас они на базаре намного дороже цитрусовых. Вроде их в Турцию везут. Вот так вот. И никто из ученых Украины не объяснил почему. Я объяснил. Вот. Я вынужден был сказать. Вот он только ученых Украины зацепил. А я зацепляю всех. Ученые Украины, России, Белоруссии не ведают что творят. Вот этот товарищ. Еще раз. Но он попал мне на язык. Почему? Вот из этих же самых. Что в Семере не будет расти. А вот в Краснодарском будет. А вот этот товарищ объяснил. Для проведения сильной омолажившей обрезки. Даже проведение сильной омолажившей обрезки. Ну. Знаете что я скажу. Я поздравляю. Мне позвонил. Написал. Кажется. Тот из наших. Или Сали из Сумской области. Или Семенченко из Харьковской области. Кто там по моему Сали. И меня поздравлял. Я же тоже участник этой сенсационной статьи. Помните ее забраковали? Печатать будут. Да. Так что. Это поздравляю своих друзей. Там четыре фамилии. Четвертая моя. Вот. Так что поздравляю. Что все таки. Статья выйдет. Лучше мы в России. Ну. Сами понимаете. Кому мы нужны. Вот. Но мы опять еще эту тему тронем. Итак. Получается. Что. Если это Украина. Ежегодная. Обязательно. Это тоже. Как тот товарищ. Который был. Помните. Поработал. Это стало. Норма. Вот это и есть норма. И с конечным деревом. Оно. Плоды будут крупнее. Там все обошло об этом. Красивое. Крупное. Вкусное. То есть. Все. Из этой обрезки. И 40 обработок. Чихать на них хотели. Жрите. А здесь получается. Вот она Украина. Белоруссия мне. Когда Лукашенко отправил эту самую. Я отправил Лукашенко книги. Диски. Учебные. Ответил вместо него. Ответил зам. Министра сельского хозяйства. Замечательная книга. Полезная. Обрезайте там. Пожалуйста. Но мы обрезать не будем в Беларуси. У нас регламент. То есть. Вот этот регламент. Вот. Они другого не будут. А для меня Беларуси. Извините. Уже не Крым. Вот так вот. Там можно добиться. И Манили. И чего угодно. Так что. Виктор. Это самое. Андреевич. Пробачься. Но нам с вами не по пути. Дальше идем. Ну. Вы знаете. Эти. Письма. Это основа моих вебинаров. Круглазор растет. Так вот. Скажите мне. О том что мы говорили. На Кубани. Есть абрикос или нет? А? Сколько людей столько мнений. В одних нет. Не было. А в других есть. Если никто прав. У меня. У меня. Около дома. В городе. На средней. Волге. Абрикос. Всего. 28 лет. Плотоносил каждый год. Последние два года заболел. Потому что обрезали ветки. Опрыскивание. Правильно говорите. Опрыскивание не помогло. Сажали скотики. Ну что. Помогли вам ваши ляхи? Эй. Когда мы найдем компромиссар. Чтоб вот это вот. Чтоб люди не калечили дерево. Когда. Рот плотоносил. Наболел. Потому что обрезали ветки. Опрыскивание не помогло. Опрыскивание когда дерево болеет. По другой причине. Ведь опрыскивают от грибов. Так. Якобы. Которые якобы жрут листья. И опрыскивают еще от насекомых. Я там не буду. Терезапятую. Просто от насекомых. Когда потят листья. Это же тоже плохо. Вот. Но. Раз уж так случилось. Надо знать правду. Опрыскивание не опрыскивает. Не поможет. Вот это когда поймут. Тогда. Но людей покоя не оставят. Почему? Потому что сейчас торжествует золотой телец. Сейчас. Люди гибнут. Деревья гибнут. Заметал. Сатана. Там правит бал. Здравствуйте. Я вам сейчас звонила. Город Верга. Кузбасский войскок. Меня зовут Татьяна. Ой. Это очень важная тема. Очень важная. Я вам вышлю в течение недели фото. Спасибо за консультацию и надевну. Примите эту вещьку и сделать ее культурной. Пасете ее от выкачивания. То есть это я спасу. Если что-нибудь не обещаю. Тогда она не будет корчевать. Спасибо. Даю вам здоровья. И долгой жизни. Очень рада, что нашла вас через YouTube. Очень хорошие у вас фильмы для детей. Руки дарут. Для детей, к сожалению, фильмы есть. Детей нет. Нет у нас детей. Ни одного случая, чтоб кто-то сказал. Я вместе с ребенком смотрю. Три минуты можно. Горло заложено. На карте. Черезду. На карты Горло заложено. Если чередами перебил калорachi, вы найдете消ки? Так Agreed. Потому, как исчезну и отпуск. Продолжение следует... 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 На четвёртый год была килограмм пятьдесят. Сразу! Может быть была. Вот посмотрите на это дерево. Достаточно молодое. Вот. Это она есть. Это тот самый белый налив. Проходит ещё несколько лет и белый налив начал течать. То есть яблок становилось больше, больше, больше. Всё было усеяно ими. Вступить некуда. Вот смотрите. Каждый цветок это было яблоко. Хоть бы одна не завязалась. Но они стали в два раза меньше и кислыми. А я каких мечтал? Когда на четвёртый год она дала пятьдесят, может, литров. Опять вернее. А то есть дала. Вот. Ко мне приехали, я рассказывал. Жители, ну, друзья, но выходцы. Ну, снова отпускали. Все подряд. Со всей страны собирались люди. Красавчане. Я их угостил белым наливом. И они сказали, что вкуснее в жизни яблок не ели. А приехали-то с юга. Такого же не может же быть. Белый налив уже не самый. Самый. Поняли, да? Итак, что я сделал? Яблоки подъезжали. Я взял бензопилу. Отрезать надо так. Внимание. Я специально взял это яблони. Это абрикос. Принципиально разницы нет. Вот. Итак, раз с этим самым бензопилой. Два, три, ну, где-то четыре. Все. Буквально, а дерево мощное, буквально за одно лето, оно выбросило побеги два и больше метра. Скажите, спросила она, выкорчевывать или спасать будем? Я сказал, нет. Тот же принцип, вот как здесь. Видите? То есть, один год уходит. Всего один год уходит на обрезку и обрастание. Всего один год на обрастание. И, пожалуйста, любая фантазия. Хочешь пять, хочешь десять шатопривей. Поняли, да? Итак, это есть обрезка. Не та обрезка, я все, не успевал. Я бы показал, ведь, на высоте пять-семь метров эти самые, как скаловазы. Их еще, знаете, как называют вот те, кто. Есть такое понятие промышленный альпинизм. Слышали, да? Ну, они лазят по этим. Кто-то стекла моет на небоскребах. Вот. Кто-то эту же работу делает. То есть, делая вид, что он, ваше дерево приводит в порядок. На подогаше много, но вы сами догадываетесь. На высоте 3-5 метров он со стремянки переходит, прям стоит на этих навесках и пилит, 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 пилит несколько часов. Но вы ему за это отдадите пять, десять, а то и двадцать тысяч. А на самом деле, вот, это делается за несколько секунд. Вот. Мой друг, лесоруб, вот эту вот отрезал секунды за три. И все. И после этого он начинает обрастать. Вот это и есть обрезка намоложения. И не кидайте меня камнями, что железо сам учит, не резать, а сам режет. Это обрезка намоложения. Теперь что хотите делать? Они просто плоды укрупнятся. Вот, потому что у меня вот здесь плоды укрупнились. И еще 2-3 года она опять давала ей те яблоки, которые так крупные, да еще, знаете, таким розовеньким бочком. Красоты необыкновенной. Даже такой загар был, солнечный, на этих зеленых яблоках. И тогда, значит, еще 2-3 года, прекрасно, я потом второе дичание, ну и тут уже надо было освобождать место. И тогда пила прошлась уже понад землей. Вот, не знаю, помог я чем-нибудь вас этими советами. Ну, вот этой хозяйке, вот это вот, я надеюсь, помог привить эту дичку, спасете от... Если я напишу, что привить, спасете ее от конкачевания. Ну, что, надеюсь, я спас. Есть еще одна фотография, я же кашлял. Яблоки видели, абрикос видели, а вот это груша. Вот есть 2 пути. Полное оболожение, так, и частичное. Вначале можно вот такую ветку, а она более пластичная, чем те вот эти вот уже старые-старые, видите? Кстати, никогда никого не слушайте. Это дурь из дурек, она сейчас вам скажет, берите шпатель и все сдирайте. А это, естественно, состояние коры. Не подходить. Дураков развилось столько, уже в очи я не прихожу. Да бывает, ночами не сплю, думаю, да кто, как людей пилю, да что они, деревья так ненавидят. Они не понимают еще. Нет, берите шпатель. Вот. И драть, 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 драть. А вы нет. Ну, вот эта, которая помоложе ветка, вот эта. Я ее вот так отрезал, и она дала. Раз, побег, два, три, четыре. Вот тут появятся молодые, красивые яблочки. Ой, игрушки. Что будет потом? А потом вот это просто будет спиливано. И вся мощь пойдет вот сюда. Вот. Вот так я и предлагаю спасти. И кто видел фильм недавно, там был такой же случай. Человек прислал фотографию. Именно об яблони, ранетки, которая была невкусная. И я там долго, упорно рассказывал. Слева плеваем, справа ветки отрезаем. Помните? Это вот свежий фильм. Олег Катянович, здравствуйте. Ой, опять остыло. Да, вредно, сколько молоко мне бесплатно давали. Это тонкий юр. Если черенок приводят тоньше по двое, тоньше, при прививке методом расщепа, надо ли замазывать оборудовавшую полость по всей длине расщепа и торцы по двое, или просто лентой замотать. Вопрос принципиальный. Ну, смотрите, через месяц южане начинают прививки, а еще через месяц северяне. Ну, осталось-то там. В юг, март, средняя полоса, ну, совсем в севере, ну, пусть май. Скоро. И вот он раньше времени присылает мне вопрос. Мало того, этот человек прислал мне вот эти вот. И, кстати, вот что мне понравилось, да, классно это. Тут есть маленький недостаток, смотрите. Он толстый один серенок. Смотрите. Видите? У него влез только один. К сожалению, вот эта ранка, это очень плохая ранка. Лучше бы она, давить бы серенок глубже, вот так, досюда, и тогда было бы идеально. Он прекрасно. Но чувствуется, у человека рука набита. Посмотрите, рука набита. Черенок длинный, ровненький. Вот этот, не черенок, а как его назовем? Клин, клин. Вот. А ну, а теперь, если не вникать в такие вот детали, что я здесь маленечко не дотянул, вот ранка, самое главное, смотрите, что он предлагает. Ага, или мне, но он не предлагает, он спрашивает, или мне взять, вот сейчас, вот тут видите, все торчит. Вот. вот это все обмазать, 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 вот все, где вот эти вот самые, рада, вот сплошная рада. А потом обмотать. Я говорю, нет. Вначале обмотать, обмотать, вот это горизонтально, больше не надо, можно было бы и тут намотать так, что это, но лучше сделать так, вот это вот все обмотать, 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 Вот, он ещё спрашивал, ну а что делать, там же остаётся пустота. Дай пусть остаётся. Сколько раз проверял, мне не мешает. И так обмотать. А вот это, намотка будет досюда, горизонтальная. А вот это вот уже замажется. Вот это сейчас. Вот это, торец замажется. Ну и он здесь мне ещё и третью фотографию прислал. Видите? Вот. Но как прислал? Я привык ко всему придираться. И так он заматывал, заматывал. И видимо он в какой-то момент остановился. Это как бы фотография-вопрос. Заматывал, заматывал. А чтобы вот здесь не замазывать, он взял и вот тут ещё выше намотал. Вот тут я считаю неправильно. Золотая середина. Так. Золотая середина. Это кадаспера. Замотка. Но вот это место не заматываем. Вот это. Торец и вот это. То, что поневоле у него получился ранг. Вот. Это уже замазывать. А здесь он якобы попытался крутить, крутить, крутить и даже вот сюда заехал. Нет, это хуже. Проверено. Дальше ещё мы с ним столкнулись с чем? Я не мог долго объяснить на пальцах. Я тогда нашёл фотографию. Дело в том, что вот это вот, вот это вот клин, вот он здесь хорошо видит, да, видите? Вот допустим здесь ровненький. А когда бывает со всей силой мотать, надо со всей силой, это мой принцип. Вот, со всей силой мотать. И тогда, когда вот так получается, ценный серединок, возможно, второго у меня не было серединка, лучше бы два обставить. Тогда всё ровненько. И клин с двух сторон одинаковый. По толщине. Вот эти боковые части. А здесь я специально показываю. Иногда, когда черединок один последний, тогда приходится клин делать с одной стороны. Он толстый, а с другой толще. Почему? Видите, большие пальцы. Сюда нажимаешь. Сюда. А там она с той стороны раздвигается. И стоит чуть-чуть раздвигаться. Вроде, ну, мотал, намотал. Ну, там щёлка остаётся. И тогда, прощай, прививка. Вот. Поняли, да? Надеюсь, поняли. Сюда давим. Там получается щель. Тогда что получается? Чтоб этого не было, надо немножко делать косой срез. То есть, две половинки. Ну, сами понимаете, ни ко времени у всех это затеяли. Вот. Видите, если тут надавить, здесь получится играть. Вот эта часть. Вот. Тогда получается, если вот с этой стороны вот этот крен, вот эта сторона, будет чуть-чуть тоньше той стороны, и тогда прилегание будет нормально. Как умел, так объяснил. И как нарочно, опять мне брат присылает фильм и говорит про комментировать. А я уже устал это комментировать. Итак, он взял, сделал прививку на толстую тонкую, а так как толстая тонкая не совпадает, он берёт так ножом, и так, это, он его заглубляет, чтобы была рана. И вот так, раз, считает, что теперь почему-то правильно поймёт прививка, начнёт ухрупняться привитой часть и сравняется по толщине с подвоем. А этот приём старинный, неправильный, опасный, вот, но прислали мне брат фильм, я взял, весь не стал комментировать, иногда бывает, нервы не выдерживает. Я просто взял вот эту фотографию, сделал, вот так сверху, наносит страшную рану. И считается, что это, он, выровняет подвой с прививкой. Не делайте. Так, ещё 20 минут, повырюем. Вот это нам попался с вами настоящий серекционер. Медведев, у меня возник вопрос, что больше влияет, подвой на привой или привой на подвой? Внимание, какие фразы, прям музыка, конкретно, надо влить кровь груши в тело айвы для лучшего совмещения. Сразу справка, айва это то ли груша, то ли яблони, я до сих пор понять не могу. Но она, как правило, по размерам уступает. Даже есть карликовые эти самые, деревья айвы. Итак, если мы кровь груши в тело айвы, варим, что будет? Для лучшего совмещения айва будет являться подвоем для груши в саду, с высоким уровнем готовых вод. Логично, высокий уровень готовых вод, груши, корень снежевой ух, как дойдёт до воды, так она изгниёт. Тогда, получается, айва, как полукарлик, имеет размер корней гораздо меньше, чем груша. Тогда что получается? Нам нужно добиться биологической совместимости полной, айву садить в местах с грушами водами, грушу, они приводят. И всё, они же, знаете, как друг другу помогают, влияют. Груша же это гигант, а наяви она будет не карликовая, но держанный рост уже будет. И тогда выдержит вот эту самую. Ну, знаете, если я до конца дошёл с этими наблюдениями, прямой, если мощный, а подвой карликовый, то не поверите, вот эта же груша, айва, допустим, карликовая, она возьмёт и укрупнит эту айву, которая не думала укрупняться, пока на неё не примели грушу. Вот это взаимозачёт называется, вот, айва станет, значит, больше груша станет меньше, вот, ну, это уже, так как сказать, это уже генетика. Есть ещё мысль, на подвой груша привить айву, заметьте, наоборот, а потом на айву опять грушу, ой, ё-моё, и уже плоды этой айвы использовать как подвой, прошу ваше мнение. У меня такого опыта нет, это будет, придётся вам это сделать, вот, есть люди, не буду сейчас, потому что не все на этом свете, если на том свете, вот, не будем где-то говорить, да, где-то нет, вот, идея хороша, я сейчас разовью её по-другому немножко, но в вашем случае получается так, если поставить перед собой мировую задачу, чтобы айва стала подвоем, не просто у вас садут там 3-5 деревьев, а когда-то будет 3-5 миллионов деревьев, вот, и тут выступает вопрос, у нас полно миллионов, миллионов гектаров, где близко к рутовой воде, и надо обязательно айву использовать как подвой, это несколько поколений груш, готовы? Да, получится, вот, а я сейчас скажу своё, я всё время забываю, 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 это мы проходили, мы просто могли забыть, это мы проходили, вот, не всё было по порядку, но мы проходили, вот, сейчас я вам расскажу свою идею, которую я не воплотил, дарю, дарю, а, дальше пойдут корни, ну, в принципе, та самая идея, о совместимости, о том, что не все корни, это, годятся как подвой, так вот, и у меня, значит, пока эта дорога, мне пришлось, знаете, после гибели, а это важно, многие с этим случаются, после гибели моего 5-гектарного сада, так, 5-гектарного, вот, у меня уже не было простора, и, да, мы с Сергеем прикупали, там, 300 тысяч, 200 тысяч, полмиллиона и, наконец, миллион, мы потратили на расширение сада, до 50 соток, 2 миллиона, вот, и, конечно, никакое государство, наше любимое, мне их не возместит, это я на государство работаю, ну, это я говорю, а вдруг там кто-то скажет, спросите, железо высшее, 2 миллиона, так вот, шутка, горькая шутка, и так, значит, сейчас поймете, не было места, и вот, когда последний миллион, и вот этот участок я прикупил, я на том основном участке, я рассказывал, я там 30 только этих, не старых, ну, все такое 20-30 лет, расцвета, я их спилил, чтобы место освободить, я спилил 30 абрикосовых старых, ой, опять старых, взрослых, вот, и, а на новом участке, там просто было картошенное поле, я насадил там десятки разных сортов, в том числе и десятки просто абрикосов, и абрикосы растут так, по-новой, обязательно манджурски, в Сибири, однако, я не стал экспериментировать, как мои друзья некоторые, вот, потом, естественно, у него нормальный сорт, это может быть, Тимур, Бай, Серафим, Королевский, некоторые сразу, сразу академик, все, вот, а потом я начал осваивать третий этаж, я говорю, я с вами делюсь, это очень важно, я не говорю ничего лишнего, потому что это все не сказки, которые преподаватели учат студенту, не существующим этим самым секретом, а все, все реально, я третьим этажом, это такие деревья, уже привитые, уже с плодами, где-то еще нет плодов, где-то первые плоды, я привел третий этаж, третий этаж, вы еще не догадитесь, куда дальше меня манит, третий этаж, появились первые, на них, пока небольшие урожайчики, одна двухлетняя, значит, прививки венгерок, почему я хочу розовые венгерки вывезти из синих, ну, идея такая, ну, что я виноват, что у меня крыша едет, вот, венгерок, вот все другие сорта, я привел академик на королевский, я привел королевский на академик, я жду результата, и вот, если пронесет замороз, в этом году я его дождусь, а потом уже, вот честно, вот тогда уж умирать не жалко, но, только в этом году, готовясь к вебинару, к одному из последних вот таких, господи, а не замахнутся ли нам на, у Ильяма нашего Шекспира, то есть, перевожу, а не замахнутся ли нам на четвертый этаж, а, поняли, чего я клоню, а что будет на четвертом этаже, а это не вставки иисусовские, помните, вот, там, вставку ставил для дикаря, пониже культурный, выше культурный, что-то должно измениться, ну, изменится, ну, испортишь, а нет, а тут все выше, тем культурнее, ну, почему, это, они в этом самом, в Калининграде фотографии прислали, все дерево из моего черенка, бая, в 130 граммовых плодах, самая крупная, 130 граммовых плодах, сколько я уже хвастался, а? Значит, предел есть, а у меня-то байм 80 граммов, это максимум, это в отдельные годы, я только на маленьких урагах, а тут 130, это все дерево, ну, что, а этот, который в граненый стакан, ну, чернобаева не влез, это тоже баймы, вот, все, почти все, теперь надо что-то существенное сказать, вот, целых 10 минут, то есть, о корнях положим в другой раз, вот, придумали, корни отрезать, корни отрезать, 100 миллионов лет, 200 миллионов лет, дерево вращивал этот корень, чтобы напиться водой, чуть короче, умер, чуть длиннее, жив, закрепилось на герметическом уровне, вот тут Дарвину, и это, я бы его расслабовал, вот, ну, пообразно говоря, вот тут он прав, есть места, где его, это, совершенно его теория негодна, мало того, у Илана ступик, в животное состояние, у Илана, а вот, а это да, это да, ну, вот человек и задумался, а почему бы не наяву, ну, а теперь, ну, все, это все, тема корней пропускаем, эту тему пропускаем, 19 века нас учат, вот эти два снимка я вам показывал, а вот этот не показывал, а мы еще будем его прорабатывать, а почему я, Железов, прав, а он не прав, а может быть наоборот, смотрите, ладно, только один край зацеплю, значительная часть корней, 78% средства почвы, теперь вопрос, а сколько тогда надо отрезать, прямое, вот этих вот, кроны, чтобы компенсировать, смотрите, 20-30 корней, выкопались, 20-30%, сколько надо резать, оставить, наверное, 20-30, а вот что, давайте потом, в общем, вы будете удивлены, вот, на одну треть, ну ладно, сразу какого, на одну треть, а одна треть, это, извините, это 30%, как совмещать, 78-30, я обязан его критиковать, потому что, до сих пор, еще земля, солнце вокруг земли, до сих пор земля плоская, понимаете, это то, что произошло, произошло в науке, отстают себя страшно, будь ласка, пробачьте подсобок, задача будущей науки, помочь частному сектору, частному вырастить, против себе, своей семьи, гигантские усилия, коту подхоз, почему, а потом, что резать надо, это, еще раз, когда отстану от него, но ведь подействовал же, знали, не знали, ну почему бы друг взял, тех, которые, так обоснованно написал, на английском языке, надо, помните статью, мы еще критиковали, я возмущался, не он, а главный редактор, и это надо, и на английском языке, и предоставить все доказательства, как это самое, сравнительное, чтоб все было, цифра, чтоб все было доказательства, с другими регионами, с другими сортами, а тут мы написали, в Сибири растет, персик не укрывает, это самое, как он называется, семечка, ну, конецовственный, непривитый, в Сибири растет, пусть на пределе возложений, но растет, не замерзли же, вот, Брянский растет, растет, Башкири растет, растет, в Харьковской области растет, в этой самой, усалье, в этой, в Сумской области растет, и все, и вот фотографии, 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 ну, что еще тебе надо, от садоводов, любителей, которые, хотят, чтобы таких садов, было миллионы, вот, и вот вдруг, самое удивительное, я пока, просто славяюсь, самое удивительное, вдруг передумали, и решили печатать, а может быть, вот то, что я на них, там, бросился, подействовал, вы знаете, что меня приглашали, это 14-й год, догадывайтесь, почему я не поехал, меня приглашали, в Киев лекции читать, курс лекции, а ведь условия-то были, оплата дороги, оплата этого самого, гостиницы, говорить все-таки, бредит голод, это в Москве, это самое, микрофон выключили, а там, условия такое, вот, помните, как в том анекдоте, люблю, как хочу, так и мне, это самое, вот, говорю, как хочу, а вот это, вот, есть частный сектор, хорошо бы вся страна была такая, так, ну что, тут теперь надо, что-то выбрать, и на этом закончить, ответ равнодушил журналистов, вот тут я его и это, как следует, пригладил, видите, вот тут я его пригладил, а потом взяли, решили напечатать, вы утверждаете, что это сорт наиболее морозостроек, это мы, наши стерка, но без обоснования, ссылки на труды, где проводилось, да где же я возьму-то, где вы видели, что в Сибири, кроме этого, железов, кто этим что-то занимался, до двух, трех моих этих, учеников, тестирование, с кем меня сравнили, рядом института, там эти 10 тысяч зарплату у этих, у научных сотрудников, 10 тысяч, было 15, подняли зарплату до 10, я не оговорился, кто будет проводить это, понять нельзя, что вам посуду, или этот, самое, а, все, а что-то я завелся, они же в Сибири 50, вот наша четверка, раз, два, три, четыре, так, а вот этот молодой человек, он становится литром, я ему готов все вручить, даже, как это называется, все мои лидерские замазки, чтобы у него были, но это уже разговор серьезный, вот это, вот, это Сусян и Девкистер, вот, вот это важная тема, знаете, сколько таких погибает, ну, на следующем вебинаре, миллионы, вот так же, и никто их не спасает, главное, не знает, как спасать, так, сейчас, это мы будем на следующем вебинаре, Артем Семенченко, попробуем в русских этих, изданиях, ну, пошли, конечно, ну, попробуем, и сколько еще интересного, сколько интересного, какой же бой, знаете, как это называется, обрезка, вот забыл, украинцы лучше знают, а не более грамотные, то ли по-пекински, то ли по-японски, а результат в России-то какой, ну, как угодно называй, по-японски, называй, наши учебники полны таким примерами, а он мертвый, научили, все, 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 ребята, заканчиваем, так, осталось 3 минуты, давайте так, перебираемся туда, ух ты, елки-пауки, здравствуйте, в банке, так, вот видите, москанцев не может в Белоруссии переслать мне деньги, я вам фотографировал свои карты, они не могут быть подшивая, я с ней деньги снимаю, карта мир, карта виза, а он пишет, это все в банке, все, все в порядке, а скорее всего, здесь другой вопрос, политический, что с карты, с нашей русской карты, с Белоруссии не переходят сюда, у меня нет его денег, у него нет моих ценок, семян, а вот видите как, вот, союз не решили, так, 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 посылку получили, кончики пришли, не проклюнулись, еще раздастся, 20 февраля, еще по не проклюнулись, все, мы теперь, уходим, на, запостой аэродром, сейчас поговорим, вот, поговорим, и расстанемся, сейчас я прикину, да, где-то минут через 30 расстанемся, вытерпите, друзья, нет, мне осталось уйти на кухню, потому что, ворва полностью уже заложена, только гляну, где вы, новички, нет, ну, потом, записи, как, 9 из 10 смотрят записи, нет, есть тут незнакомые фамилии, Александр Алексеевич Ребрик, спасибо, друг, что ты со мной, спасибо, это значит, есть такое понятие, судебный генерал, вот, а это было бы обидно, если тебя назвал, а я не так называю, просто генерал, среди судовода, вот он генерал, Александр Ребрик, вот, привет, дружище, значит, печатать Железова, когда прекратили печатать все, Толок, журнал прекратил печатать, у него на четырех республиках был тираж, что-то с полмиллиона, представляете, вот, солидная газета, Толока, платили мне по тем временам, по 3-4 тысячи, я в деньгах купался, Анна Семенченко, это я вам говорю, надо искать таких, а потом пас, и все, умерла редактор Юдина, моя хорошая подруга, редактор, представительное хозяйство, пас, вот, ваши шесть соток, я все, на поперек ученых говорю, пас, и один ремлик остался, а я не могу успокоиться, так, все, я пошел на кухню, я пошел на кухню, и закончим, вот еще есть возможность, просто задавать, вот, это моя любимая тема, говорить живьем, живьем, разговор лучше, чем когда записи, 5 минут, 5 минут, Продолжение следует...